На предыдущей лекции мы с вами рассмотрели основные правила оформления письменной работы. Мы говорили об оформлении заголовков, оглавления и титульного листа. На этой лекции мы будем говорить об оформлении цитат и ссылок. Прежде всего, следует определиться с понятиями. Итак, цитата. Это дословно взятый фрагмент какого-либо произведения. Цитаты применяются в качестве иллюстрации, подтверждения излагаемой мысли, аргумента, а также для представления мнения с целью дальнейшего его анализа или обсуждения. Прорабатывая литературу, по ходу дела вы отслеживаете и выписываете в отдельном документе краткие, то есть желательно не больше 3-4 предложений, выдержки. Которые подтверждают ваши собственные рассуждения или вызывают у вас особенный интерес. При этом учитывайте, что цитата должна или продолжать начатое рассуждение, или служить для аргументации, а не просто повторять другими словами уже высказанную вами мысль в тексте. Существуют определенные правила цитирования. Например, если вы приводите чужие слова безо всяких изменений, как прямую речь, то следует цитировать с прописной буквы. А если цитата приводится как часть авторского предложения не полностью, то цитировать нужно со строчной буквы. И в том и в другом случае текст цитаты заключается в кавычке. Далее, отметьте для себя, что при цитировании из вторых рук вы должны не только честно заявить об этом в тексте вашей работы, но и предварительно проверить цитату еще и по другому источнику. Внимательно проверьте, совпадает ли цитата или факт, или пересказ чьего-то суждения со вторым текстом, в котором это тоже цитируется. Если не совпадает, тогда вы должны будете засомневаться и решить для себя, следует ли вам избежать этого цитирования вовсе, или же все-таки придется обратиться непосредственно к оригинальному документу для уточнения первоначальной мысли автора. Сделать это важно, иначе можно попасть в проблему, доверившись чему-то ошибочному мнению. Но иногда лучше выразить мысль автора своими словами. Читатель будет вам очень признателен, если вы не станете перегружать текст лишним мельканием кавычек. Для этого необходимо напитаться идеей источника и попробовать сформулировать на ее основе свое представление о предмете, записать его своими словами и обязательно отметить ссылку на источник, из которого вы почерпнули исходную мысль. Этот вид цитирования особенно целесообразен в том случае, когда вами перерабатывается большой объем материала, насколько огромный, что нет возможности и необходимости приводить его без изменений. И еще важный совет. Цитируя чью-то мысль, старайтесь сделать максимально незаметным для читателя переход от своих слов к словам источника. Подводите свои рассуждения к цитате так, чтобы она выглядела как естественное продолжение вашей мысли. Как правило, многие из собранных вами цитат останутся невостребованными. Но это ненормально. Помните, главное назначение цитат – помочь исследователю сформировать у читателя более широкое представление о теме, достаточно полно осветить ее со всех сторон. Поэтому не старайтесь вместить в текст работы абсолютно все, найденное вами у кого-то. А сейчас мы расскажем о том, как правильно оформить в тексте ссылку на того автора, мысли которого вы решили процитировать в своей работе. Ссылка – это указание на источник, из которого взяты цитаты либо идеи, используемые в работе. Таким образом, цитаты необходимо связать с библиографическими записями, определив тем самым принадлежность тому или иному автору. Ссылки на источники – крайне важная часть научной работы. Поэтому они должны быть выполнены грамотно и точно. В противном случае ваши читатели будут сильно разочарованы, не найдя нужную идею по указанному адресу. А у преподавателя появится искушение подозревать вас в недостоверном цитировании. Стандарты предлагают нам несколько способов правильного цитирования. Сразу же заметим, что в исследовательской работе любого уровня, будь то курсовая, дипломная работа или диссертация, можно использовать только один способ оформления ссылок. Исключением являются библейские ссылки. Они всегда должны быть внутритекстовые, и в таком виде их следует использовать при любом способе оформления. Внутритекстовыми называются ссылки, располагающиеся в тексте работы, без сносок, в конец страницы, либо в конец работы. Особенность этого вида ссылок состоит в том, что они используются в случае, если большая часть библиографических данных об источнике оказывается органически вплавлена в основной текст. Изъять эту часть из текста невозможно. Заменить чем-то похожим также нельзя. Во внутритекстовой ссылке, заключенной в скобке, указываются лишь недостающие элементы библиографических данных об источнике. Еще раз отметим, что все библейские ссылки должны оформляться как внутритекстовые следующим образом. Сразу после цитирования Священного Писания, либо косвенной ссылки на него в скобках, приводится сокращенное название книги с точкой, без пробела номер главы, после двоеточия приводится номер стиха главы. Если ссылка охватывает несколько стихов подряд, делается перечисление через дефис. Если стихи приводятся выборочно, через запятую. Внутритекстовые библейские ссылки предполагают, что читатель достаточно неплохо знаком с книгами Библии и хорошо идентифицирует их в сокращенном виде. Евроазиатская кредиционная ассоциация в каких-либо богословских работах, курсовых, дипломных, магистрских или в статьях рекомендует использовать подстрочные ссылки. Такого рода ссылки несут в себе особое удобство для чтения. Во-первых, они не загромождают основной текст библиографической информации. Во-вторых, эта информация все же присутствует на странице под чертой. Для читателей, не обращающих внимания на ссылки, удобно пропускать подстрочные сноски. А для экспертов, скрупулезно следящих за обоснованностью исследования, представлены все связи автора с источниками. Подстрочные ссылки, как правило, связывают с текстом знаками. Обычно это цифровые обозначения. В случае ссылки на весь источник, в целом, знак сноски располагается в том месте текста, где завершается мысль автора. Такие же правила используются для ссылок на иностранную литературу. Здесь следует также отметить особенность. В отличие от библиографического описания, фамилии автора в сносках не отделяются запятыми от инициалов. Обозначим необходимые условия, которые должны быть выполнены при оформлении ссылок. В подстрочной ссылке всегда представлены сведения об авторе, заглавие произведения или документа, сведения о составителях при необходимости, место и дата издания, страница, на которой приведен материал ссылки. Для подстрочных ссылок и сносок используется шрифт Times New Roman, десятый кегль, одинарный междустрочный интервал. Следует обратить внимание на один немаловажный момент. Если в тексте работы используется не дословное цитирование, а пересказ, то текст в кавычке не заключается. А в ссылке перед указанием на источник ставится аббревиатура см. Если же цитата приведена дословно, см в ссылке не ставится. Если цитата взята в кавычки, то знак сноски всегда ставится после закрывающих кавычек. Когда в тексте приведена часть библиографической информации об источнике, в подстрочной ссылке можно ограничиться только недостающей частью информации. ГОСТ допускает сокращение дополнительной информации об ответственности в повторном издании серии. В сокращенной записи тире не применяется. Такое же правило применимо, если ссылка повторяется на следующей странице. При использовании на одной странице подряд нескольких ссылок на один и тот же источник нет необходимости всякий раз приводить в сносках полный набор библиографических данных. Достаточно обозначить ссылку словами «там же». Если цитата взята из того же источника, но с других страниц, после слов «там же» указывается номер других страниц. Для изданий на иностранных языках в аналогичных случаях в сноске вместо «там же» ставится кавычках «ибид». Если повторная ссылка следует непосредственно за ссылкой на то же произведение и отсылает к той же странице, то ссылку заменяют на «ибидем». В тех случаях, когда текст цитируется не по первоисточнику, а опосредствованно, необходимо указывать, по какому источнику он цитируется. И именно этот источник включить в список литературы. Такую ссылку следует начинать словами «цитируется по» сокращенно, либо «цитируется по книге» сокращенно, либо «цитируется по статье». Таким образом, мы рассмотрели основные правила оформления цитат и ссылок на те источники, из которых мы заимствовали для своей работы понравившиеся нам или заинтересовавшие нас авторские мысли. В следующей лекции мы увидим, как правильно оформлять список использованных источников и литературы.